Ребята, сегодня у нас серьезная тема для обсуждения, а именно, как сервисы по тюнингу выхлопной системы могут обмануть клиентов. Если вы только собираетесь приехать на тюнинг выхлопа, обязательно посмотрите это видео до конца, оно будет вам очень полезно, потому что здесь я на реальных примерах расскажу вам, как сервис по тюнингу выхлопа может вас обмануть, выдавая желаемое за действительное и к каким последствиям это приводит. На самом деле я не очень хочу и снимать это видео, и выкладывать, и я не хочу никого оскорбить или задеть. Здесь я не буду называть названия компаний или людей, которые это делают. Это не в моих интересах, я просто хочу донести до вас информацию, которая будет очень важна при выборе, куда обратиться по тюнингу выхлопа. Один из сотрудников нашего сервиса, листая из серфа в инстаграме, наткнулся на одну интересную рекламу. Он обратил на него внимание, потому что там была наша работа. Он кликнул, подумав, что мы рекламируем наш сервис по тюнингу, и попал на неизвестно какой непонятный сайт, который никакого отношения не имеет к нашей компании. Это его удивило. И если вы посмотрите сейчас на экран, то вы увидите нашу работу. Вот она. И ту фотографию, которую выложил в своей рекламе сервис, рекламируя свои услуги. Получается, сервис взял нашу работу и выставил у себя портфолио. Какой вывод я здесь хочу сказать вам? Не делайте поспешных решений. Выбирайте тщательнее компанию, к которой вы поедете делать тюнинг своего автомобиля. Изучайте внимательно этот вопрос. Исходя из этого, хочу вам рассказать вторую историю, которая приключилась уже с владельцем Opel Astra, который приехал к нам в сервис для того, чтобы переделать выхлопную систему. Начнем с того, что он искал, выбирал тщательно сервис. Ему вылезла реклама. Вот примерно такая, которую вы сейчас видите. Он перешел на сайт, позвонил. Грамотный менеджер проконсультировал его по телефону. Предложил низкую цену. Предложил скидку на работы. Соответственно, человек почувствовал, что он очень хочет попасть именно в этот сервис. Он приехал в этот сервис. Результаты работ этого сервиса вы можете сейчас увидеть на экране. Но самый основной косяк, который был сделан этим сервисом, это то, что выхлопная система встала в распорку между задней балкой и запаской, корпусом запаски. Соответственно, он бил, он дребезжал, он вибрировал. Но и не это самое опасное. Эта выхлопная труба была в полусантиметре от шланга, который подает бензин. Вы представляете, если бы произошло что-то не то? Если бы он обратился, ну, например, не через, там, две недели, а спустя месяц. Он ездил как на пороховой бочке. Поэтому здесь было принято решение полностью систему демонтировать и ставить другую. Я, если честно, даже не представляю, в каком состоянии можно было сделать это. Но если предположить, давайте посмотрим несколько скетчей, как это могло быть. Может быть, они были пьяными, может быть, они делали это нетрезвыми. Вариант такой есть. А может быть, просто слепой сварщик какой-то принялся за работу. Кто знает. А может быть, это делалось не руками, а какими-то другими частями тела. Не суть, в каком состоянии и как это было сделано. Наша задача сделать это качественно за минимальные деньги. Потому что человек отдал за эту, в кавычках, работу 30 тысяч рублей. В итоге человеку пришлось еще отдать нам деньги за работу и материалы. Если бы он, у него был весь бюджет, он бы приехал бы сразу к нам, он мог бы сделать. Во-первых, на Аргоне. Во-вторых, с подбором звука. И в-третьих, с насадками, с выпилами в бампере. И это было бы и красиво, и эстетично, и долговечно. Какой здесь можно сделать вывод? А вывод следующий. То, что не надо вестись на красивые картинки. Не надо вестись на симпатичные достраничники, которые делают молодые маркетологи. И смотрите на портфолио, изучайте тему глубоко. Чем больше вы будете в теме, тем меньше вероятность попасть в такой сервис. Не стесняйтесь задавать вопросы. Спрашивайте, консультируйтесь. Был ли опыт работы на ваш автомобиль, на вашу марку? Какие конкретно проделывал этот сервис работы? Можно ли посмотреть звуки, посмотреть портфолио и так далее? Тем самым вы обесопасите себя и сэкономите деньги. А главное, это свои нервы. Потому что деньги можно заработать, а нервы, они не восстанавливаются. С вами был Игорь. На связи подписывайся, комментируй обязательно эту важную тему. И очень рад, что ты посмотрел это до конца. На связи. Спасибо, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok